Всем привет! Сегодня снова с вами Басоны. Сегодня я хотел бы рассказать о новой игре, которая находится на стадии бета-тестирования. Это Heavy Metal Machines. Игра была выпущена в бета-тестировании 31 января 2017 года. Разработчик у нас является компания Hoplon. В принципе, такую компанию я впервые слышу, но судя по тому, что игра расфицирована, разработчики ей хорошо занимаются, потому что мало компаний, которые выпускают игры в открытых бета и занимаются качественной русификацией. И то, что бета, об этом показывают как раз-таки вот внизу, что версия у неё ещё 0.00.209. И даже вот написано уже скоро, то есть игра идёт в тестировании её и идёт дальнейшая разработка. В принципе, игра похожа на игру Rocket League, то есть там также на машинах катаются, только там цель забивать мячи и ворота, а здесь цель, в принципе, такая же, но здесь можно пользоваться специальным оружием, как в тех же мобо-играх. Имеются скиллы, которые позволяют уничтожать машины противника, там ещё какие-то трюки выполнять. И управление идёт, в принципе, как в мобо с помощью мышки. Игра я отыграла пару раз, мне, в принципе, понравилось. Настройках здесь, в принципе, не особо много. Графика, только разрешение, полноэкранный, либо оконный. Интерфейс, язык выбрать, здесь можно активаться оружие, степень. Команда, можно, то есть управление, как клавиатура, мышка, также можно с помощью геймпада. На геймпаде я не играл, поэтому ничего сказать не могу, но на мышке, в принципе, с клавиатурой управление вообще простое. То есть левая кнопка мыши, это у нас ускорение, то есть газ. Правая кнопка, задний ход. Вот нитро, это у нас Е, оружие QV, это как бы первое, второе, и особое, это как в мобах ульта R. И передача бомбы, то есть можно подъехать к союзнику, нажать пробел и передать ему бомбу, которую нужно довести. Аудионастройки стандартные, музыка, звуки. У него свой водитель, у каждой машины свое оружие, у него свои способности. Здесь, к примеру, огневка, она доступна, будет изначально, на ней пройдется обучение. У него там связано с огнем, она, скажем, поджигает машины противника. Тут также модели, усиление дополнительное, как обычно, бусты, там, ускорение набора репутации, денег, все остального. Деньги вот. То есть здесь также присутствует донат в магазине. По крайней мере, я вот поиграл немножко, я не заметил навязчивости доната. Также здесь обучение, можете пройти, но я уже прошел ваш профиль, указывающий вот, Какая машина последняя была, предпочтение всего матча, всего побед, статистика ваша, как в доте указывается, там, за кого вы больше играете, прогресс, достижения какие-то, там, открываются в уровне машины. Вот они. И прогресс их уровень. Матчи последние сыгранные. И давайте вот сыграем. И здесь есть три типа сражений. Это играть против игроков, то есть других игроков вы находите, пвп. Практика, то есть играете, там, находите четырех союзников, либо, если не находите, там, вы играете, там, с ботами, либо, там, какое-то количество союзников против ботов. То есть четыре на четыре. И с рейтингом, но он еще недоступен, то есть уже скоро. Здесь также есть выбор региона. Автоматически Азия, Европа, Северная Америка, Южная Америка. И вот показывается доступность, день недели. Какая там доступность, задержка их. Ну, в основном, Европа он уже. Давайте сыграем в практику. Количество четыре на четыре, среднее время матча 15 на 30 минут. Так, начнем. Сейчас происходит поиск игроков. Игра будет идти четыре на четыре. Вот, принимаем. Как и в обычных мобоиграх, в принципе, в других таких играх поиск игроков. Пока только я один. Так как игроков не находят, будут играть с ботами. Вот у нас идет выбор машин. Давайте огневку выберем. Вот у нее скиллы. Кружащий дракон. Это создает круг пламени вокруг машины. Все, что находится рядом, поджигает. При этом этот скилл можно нажать и отпустить, она прекратится. А можно зажать, и пока там таймер идет, он используется. Но потом он уйдет на перезарядку. Это стрелять огненным шаром, который стреляет в стенку, скажем. И она отскакивает в стенку какое-то количество раз. Можно попадать у врага. А эта ульта поджигает область вокруг нас и производит взрыв. Ну, вот это стандартная. Плавка металла. У нас тут есть скиллы, как бы, но тут скиллов у меня еще пока нет. Выбирайте позицию, на какой начинаете. И вот ваши союзники, а вот ваши враги. Цель доставить бомбу, как мяч, как в рок-лиге. Доставить его к воротам врага. Наши ворота и врага ворота. При этом доставлять бомбу можно только вот по этим длинным путям. То есть враг не сможет, скажем, схватить бомбу и сразу к нам привезти. Ему придется идти через этот длинный проход. Где есть зоны, которые могут сбросить бомбу. Сейчас мы покажем. Это красная зона. Если попадаете туда с бомбы, бомба сбрасывается. Есть здесь проходы вот эти. Здесь также. Для обычных гонщиков, которые не несут бомбу, они свободны. То есть могут вас спокойненько поперек дороги перерезать. А если вы несете бомбу, то вы не сможете никак через них проехать. Вам придется продлевать всю эту дорогу полностью. И там как раз таки вот находятся вот эти зоны сброса бомб. Сейчас игра у нас загрузится. Подождем пока еще немножко. Вот тоже огневка. Вот игра сейчас начнется. Вот наши машины с союзниками. Вот типа счет ведется на этих статуях. Вот бомба. Игра будет идти именно до трех очков, а не так, чтобы всего три. Это газ даете. Если вы в зеленую зону попадаете, вы, получается, стартуете быстро. А если нет, то с задержкой. Вот. Начинается драка. Убить здесь, в принципе, могут, если все вместе накинуться. Так, здесь мину повесили. Так. Вот эти лавовые зоны тоже могут убить. Можно поджечь машину рога. Можно ее уничтожить так вот. Наша задача сейчас остановить эту бомбу. Вот мы еще одного завалили. Убить, как видите, в принципе, недостаточно так легко. У нас есть нитро еще. На Е. Можно как-то так вот с помощью перехватывать. Поджигать. В принципе, если постараться. Не получилось льтануть. Как видите, здесь идет ожесточенная игра. Наш пердачок подгорел немножко. Попали. Надо помогать нашим союзникам. У нас есть режим перехватчика здесь. Так что мы можем подгореть. Нас тут завалили уже. Сейчас, через какое-то время мы переродимся. Он здесь в гараж. На Б нажимаешь. Вот наш союзник доставил бомбу. Повтор. Круг почета. Вокруг вражеской статуи. Видите, погасилась одна лампа. Если все погаснут, проиграют. У нас есть скиллы. Можете купить их. То есть, какое-то определенное количество скиллов купить. Вот мы газонули. Блин, промазали. Устроим здесь заварушку. Одного мы сожгли. А сейчас тут завалят. Как видно, битва идет жестокая здесь. У каждой машины игру получается один точечный скилл, который бьет по одной цели. И массовый, который бьет по низким целям сразу. Вот видите, мы проезжаем спокойно, когда мы бомбу нечем, у нас получится так проехать. Так, ее завалили. Надо помочь нашему. Врубаем нидра. Что тут? Так. То есть, такой идет массовый замер здесь. Есть. Один готов, ультонули. Управление здесь, конечно, привыкаешь достаточно быстро к нему. Че, сами под ульт не попали? Че, сами под ульт не попали? sequence, иди к нам. Че, сами под ульт не попали? Покажи иди к нам! Че, сами под ульт не попали? Покажи, блин! Одну нам доставили, еще меня завалили Как видно, тут даже боты, в принципе, тоже такие суровые Используют способности по-нормальному То есть, АИ здесь нормальный Они такой туповатый, как бывает в играх Теперь круг почета вокруг нашей статуи Как видите, счет 1-1 Сейчас ремонт машины идет Так, у нас доступно еще что-то купить Надеюсь, в этот раз я не промажу мимо бомбы Вот видите, сразу появились барьеры Я через них не могу проехать А вот мои враги могут Они будут всячески мне мешать Пытаться меня убить Я могу Вот главное, от сезона красный, не попадать Он сейчас меня завалит Потому что мои союзники мне не помогают Я практически допер бомбу до нужной точки А И здесь, получается, начинается включение у него На атаку, только когда Тебя уже сперли бомбу Так Так, где там этот Жарим Сейчас здесь еще и хилы есть Надо всячески помогать своим ребятам Ох, нифига себе там Мы сперли бомбочку и валим отсюда Ежем наше нитро Сейчас нас, как обычно, завалит Потому что здоровья осталось мало На единице здоровья, а мы еще живем Странно, что союзник бьет по нам Все-таки нас опять замочили Так, что у нас еще здесь заступно что-нибудь Давайте этот купим Погнали Так Где же наша Что там как-то не туда влетели Какая уже бомба Что-то я один здесь И меня завалили опять Что-то жестокая битва идет за этот мяч За эту бомбочку Ядрит твою Мадрид Сейчас довезут Вообще жестоко Все-таки доперли они Стиль, конечно, сделан тоже прикольный Такой под хэви метал То есть черепки всякие там С гитарой Рокеры Вот этот танк толстый То есть его завалить, в принципе, трудно Но ничего Это на той тренировкой и идет Вот наша машина Ремонтирует В принципе, как и в мобо-играх Кува и ЕР Обычно делают клавиши Также здесь на скиллы То есть привыкать с моба Здесь Не очень-то уж Долго приходится Так Перегазовали Сразу же Опа Выстреливаем Надо помогать Союзнику Попал Скачками Продолжение следует Сожгли Одного еще Минус Так Прицелиться бы попасть Попал Подожгем еще Так, бомбу мы сперли Благо, бомбу перехватил Наш, надеюсь, доедет Конечно, помощь Наших присутствует Только когда Всех уже перебили Силовой щит Оказывается, можно купить еще Попал Ничего, погнали Попал 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 так еще но остался добить этого гада все тебе конец жарим 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 так так валим-валим-валим-валим-валим-валим хрен ты нас пройдешь бляд промазал длинн в ульту конечно здесь заюзать проблемно опять перехватила сейчас опять или живы будет ну долго может за этот мать мячик гоняемся конечно самый долгий пока что у меня был так скрыть прочники не боя давайте урон увеличим иначе мы так и будем долго здесь играться хрена себе там игрушки они оставляют так 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 кого там хрен тебе еще один готов сейчас ульту наберем он еще подпрыгивает я не знаю ну как ничь догнать и что всех и ульту заюзать сейчас опять сгорю на жестоко надеюсь хоть сейчас здесь то довезут давай жми так у нас еще пока нету столько ресурсов но уже прокачка машины себе дает задать то что сам сам мощнее довезли все таки жесткая была игра все таки добили нашего одного там 22 будет решающая сейчас битва так у нас еще с лишним можно всего два купить хрен вам ребята я до последнего буду здесь ехать хренами все уйдете сюда хер я вам отдам эту игрушку засоранцы блин а зараза то как сдохни пошли все жопу и обратно ребята спасите мою задницу ох как мимо но сейчас моя жопа точно полетит вот блин а там как раз два или живых даже трое добить как нефиг делать до жизнь это хрен 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 сгорел на работе а вот этот гад перехватил блин даже ничем вот блин а даже ничем не догонишь все в перезарядке вот блин а какие упертые промазал да жестоко идет конечно здесь разборка ну все все таки мы проиграли на помощь союзников здесь полагаться не получается они имеют то чтобы бомбу вести везут везут ее и начинают тут же драки затеивать а кроме того что они таки затеивают когда тебя начинают бомбить с бомбой отбирать тебя и помощи от них никакой они просто грубо говоря там катаются когда ты бомбой за себя не за подстреливать как будто ты противник а есть немножко бывает подтупливать конечно лучшее время контроля противника общее время владения бомбой проведенный ремонт и нанесенный урон ну лидеры дальше у нас медаль типа вот сейчас мы получили второй уровень открыто ежедневное задание окнёвка у нас получил второй уровень получает 250 славы ну вот в принципе что себя представляет данная игра как по мне так игра интересная веселая и принципе если люди будут не достаточно много времени играть то опыт повысится навыки тоже будет намного веселее и без башени с мовами как видите можно даже тоже долго играть один матч за один уровень мы боролись в принципе минут на 10 с мячиком этим катались бомбой то если с игральными игроками играть и там жестко будет попадутся компании то это будет очень жестокая игра может растянуться в принципе как и в мобах там на полчаса если не больше один матч хотя здесь я так понял время отведено и максимум 30 минут на раунд так у нас появилась новая задача то есть мы открыли же не на задание вот новые ежедневные задания то есть как и в тех же heroes the storm там есть задания даются ежедневные ежедневные выполняют получаете как раз таки вот это славу которая нужна для покупки в магазине там 7500 вот здесь 3750 то есть это валюта то есть играть в нее в принципе интересно и весело учитывая что на рынке давно не было таких как бы аркадных гонок после рокетлиги это даже хорошо что такие игры появляются выпускаются и то что она еще находится на стадии бета там могут произойти какие то новые видения изменения игра находится на бета поэтому не могут присутствовать какие то баги недочеты но с этим можно смириться учитывая что игра сейчас пока бесплатная я не знаю будут ли делать ее платной но все по крайней мере она бесплатная для нее есть лишь бы только паки которые как обычно выложи косарь и получи там скины какие то новые машины чтобы не задротить но кто любит в принципе сам достигать всего зарабатывать репутацию здесь покупать машины то есть пока вы будете играть на одной машине скажем или на там нескольких которые у вас уже есть вы поймете как они работают как лучше делать и сможете быть более опытным игроком на определенных видах машин пока вы еще остальные не получили а если придет новичок купить сразу там себе пять новых машин которых он в принципе не знает что зачем и как как управляется то это извините смысл а то что он деньги потратит у него пока он наберется нужного опыта этот у вас опыта будет раза два три больше и вы просто грубо говоря не задонать ни копейки будете рвать его в пух и прах есть также можно играть в кооперативе здесь где доступны друзей еще с меня здесь также есть список друзей из стима то есть открыв его вы сможете пригласить каких то своих друзей у которых такая игра есть руководство по игре которая запускает от стим где показывает все основы и также здесь справка это тоже руководство в игре по мне игра интересная веселая в принципе с друзьями самое то поиграть я всем в принципе советую пока игра идет в бета тестирование как и те же паладинс у него будет добавляться возможно новые машины там новые способности что то будет изменяться балансироваться но как видно уже на стадии бета игра имеет хороший баланс то есть в игре есть перехватчики как лекари которые хилят хиллеры есть танки которых трудно убить которые бомбу возил мы его пытались убить у меня был перехватчик там есть которые бейны бросают проезжая по минам этим вы восстановите здоровье там есть которые хилят по площади то есть у каждого как бы свои способности можно разные комбинации пробовать развиваться на этом я думаю все всем спасибо за внимание всем удачи ставим лайки подписываемся на мой канал оставляем свои комментарии я на все комментарии буду отвечать всем удачи и пока гудбай